В конце прошлого года в Министерстве внутренних дел России по Республике Дагестан была проведена финальная часть конкурса профессионального мастерства среди сотрудников участково-уполномоченной службы на звание «Лучший по профессии». Первый этап конкурса проводился в территориальных органах внутренних дел по городам и районам региона. Об условиях соревнований в съёмочной группе рассказал финалист конкурса Радхан Тупаев. После конкурса, проходившего в Хасавюрте, меня направили на этот конкурс. Он проходил у нас в отделе МВД. Нас проверяли по знаниям наших нормативных документов и знаниям по правовой нашей подготовке именно по участковой линии. То есть у нас были тесты. Тесты были непосредственно по участковой линии, по правовой, по знаниям нормативных актов, касающихся нашей деятельности. По огневой подготовке были тесты. Также по криминалистике и по оказанию первой медицинской помощи. То есть по пяти направлениям там были тесты. После прохождения тестов мы перешли уже к сборке-разборке, например, нашего табельного оружия. Тот, кто уложился вовремя, как бы, да, уложился в норматив, он переходил к стрельбе. После осуществления стрельб мы уже перешли на физическую подготовку. На физической подготовке мы сдавали подтягивания и боевые приёмы самбо. В конкурсе принимали участие сотрудники из городских и районных отделов полиции, которые по итогам первого тура стали лучшими в своих подразделениях. После письменного этапа конкурса участники показывали умение быстро и метко стрелять, а также продемонстрировали свою физическую подготовку, делится тупая. Ну, в заданиях, честно говоря, сложность была у меня, например, в том, что в криминалистике, как бы, я уже восемь лет как закончил учебное заведение и чуть-чуть, можно сказать, какие-то моменты забыл. По первой медпомощи, по правовой, по огневой подготовке я как бы перед отъездом подготовился. А так, в общем, со стрельбой и физкультурой, ну, как бы, физическая подготовка, ну, было сложно. Ну, преимущество у меня главное было в том, что я как бы в прошлые годы я в этом конкурсе уже участвовал, да, и уже я знал, в принципе, по каким направлениям нужно готовиться. Вот, наверное, основное преимущество вот это у меня было. Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» проводится в целях повышения эффективности выполнения задач по охране общественного порядка, улучшения работы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, развитию у сотрудников высоких морально-психологических качеств, а также для совершенствования профессиональных навыков и умений полицейских.